Чудо под Новый год Оно возьмет и как снег на голову, само собой случится. Ну, снег на голову, конечно, да, а вот чудо, не знаю. Так вот, давайте представим вот этот момент, такой волнительный. Мы подготовились, нацепили на себя кучу обновок. Ну, все, что мое, не мое, не важно. Главное, что досталось по преднагвадугодней сейл. И в одной руке у нас бумажка, в другой ручка. Готовимся, ждем боя курантов. А пока они еще там собираются пробить, мы выбираем. Шубу или машину, или шубу, или машину. Точно, квартиру в ипотеку. Быстренько записываю, поджигаю. Шампанское, залпом, все. И что дальше я делаю? Сажусь на попу ровно и жду. Вот так мы традиционно, ежегодно запускаем наши желания. Ну и надеемся, что оно как-то само собой случится. И кому-то улыбнется удача, и его назначат начальником. Кто-то удачно выйдет замуж. Но вот какую цену потом придется за это платить? За это везение и удачу? Никто никогда не рассказывает. А вот может быть кто-то возьмет наконец и решится взять на себя ответственность. От которой так долго убегал. Да-да, ответственность. Отмечаем. А давайте теперь хотя бы ненадолго порассуждаем. Откуда же у нас вообще такое огромное количество желаний? Это вот знаете, как вот платье, аксессуары, машины, квартиры. Вот мы будто надеваем это все на себя. И вот как елка новогодняя, обвешанная вот этими шарами, декорациями, гирляндами. А зачем это все? Хотим кому-то понравиться, произвести впечатление или скрыть что-то? Ну, а все-таки, если записать эти желания и посмотреть, куда мне столько, вот сколько туда не клади, то все мало. Словно бочка бездомная. А чего же на самом деле я хочу? Вот так, если серьезно. А ведь только желаний навязанных куча, но ведь только истинные исполняются. И вот мы и рассуждаем. Какие же, какое наше то самое заветное желание? Ну, квартира, вот, например, кстати, актуальный вопрос. Ну, знаете ли, ну, не обыкому дают. Да и взнос там тоже присутствует. А еще же 20-30 лет вперед платить. Ну, как-то тоже надо изловчиться. А рядовой менеджер спит и видит морду начальника, ой, простите, выражение лица начальника, снующего туда-сюда перед ним с кнутом и приговаривающего. Говорит, работать не будешь, лишнего на себя брать не будешь, премии лишу, в угол поставлю. Тут просыпается, под утро 1 января, весь в поту. Говорит, ой, фу, с облегчением. Это был всего лишь сон. Ну, что-то как-то желание вот этой квартирки, новенькой в ипотеку, как-то вот явно поубавилось. И вот этот вот начальник, сука, он так и стоит прямо передо мной. Ну, и вот садится молодой человек рассуждать. Моё желание? Да вообще любой другой человек. Моё желание? Да, я хочу быть надёжным. Вот будет семья, женюсь, дети. Обеспечивать безопасность, точка опоры вам. Как подтверждение? Да, моё, хорошо. Ну, вот как-то надзирателя начальника, ну, не готов точно, всё, ипотека отпадает. Но должен же быть какой-то другой вариант. И вот он вспоминает своего друга, единственного, у которого всё получалось, и он всё делал сам. Он ни на кого не надеялся. Вот они встречаются. И через какое-то время у нашего героя появляется квартира. Он её покупает. Так бывает и его новогоднее желание. Только за единственным исключением, что начальника нет ни во сне, ни на его. А вот давайте и смотреть, ну, почему у него это получилось. Всё дело в том, что он своё желание превратил в задачку. Он вот так прям берёт и рассуждает, ну, мы же в реальном мире живём. С неба нам на голову, ну, квартиры, машины, ну, точно не падают. Разве что только кирпичи с периодичностью. А вот, и, ну, ладно, хорошо. Есть же всякие дяди и тёти, которые нам могут, ну, что-то дать. А чем отдавать будем? Отдавать надо, как говорил Матроскин, просто квашено. И не всегда это, ну, не всегда идёт речь только о деньгах. Так вот, садится молодой человек и начинает рассуждать, начинает шевелить, что называется, мозгами. Вот эти вот свои, вот они похожи, как вот на капусту брокколи. И вот он освобождает вот эти свои застарелые, вот эти такие пампушки, кочерыжки от всяких ненужных ходов-выходов. И ведь действительно, если мы посмотрим, мозги человека, они визуально напоминают вот эти вот такие вот эти пампушки брокколи. Такие вот застарелые. И, ну, потому и выход у нас как будто только один. идти к начальнику и видеть его денно и нужно. Ну, неужели другого нет способа? Ну, вот если представить, что мы и любой другой человек, это не просто какой-то винтик безмозглый. Мы же, это мы как человеческая сущность, личность. мы способны на многое. У нас есть выбор. И это значит, там не только вот эти вот пушки корявые, а это некая такая мозговая деятельность, мозговая активность. Вот даже если взять в интернете, ну, много люди занимаются, там, и мозговым штурмом, там, и восприятием. И даже вот Ирина Николаевна говорила, в гробы ложатся. Ну, и зачем же так над собой издеваться? Мы можем что сделать? Убрать желание. А желание, как мы помним, это требование удовольствия. А удовольствие надо отстрадать. Опять же, как нам говорит на наших занятиях Ирина Николаевна. И вот мы превращаем желание в задачу. И если у меня, ну, сейчас чего-то нет, у меня нет каких-то способностей, которые бы могли дать мне возможность получить, вот, обрести то, что я хочу, желаемое. Тогда, значит, я, ну, понимаю, начинаю разбираться, да, что-то менять. И не схожу из позиции, вот, у меня сейчас нет, из привычной. И я там долго хожу, страдаю. Нет, 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 нет. Не злюсь. Нет. А я задаюсь вопросом, ну, может, как-то чему-то научиться? И чтобы найти то, что могло бы быть мне интересным, чем я могла бы заниматься долгое время, и то, что одновременно могло бы быть востребовано другими людьми. Вот тогда, то есть за что они мне заплатят деньги? Вот тогда они мне платят деньги, удовлетворяют свою потребность, а я иду и покупаю квартиру. Вот оно, товар, деньги, товар. И вот когда мы находим вот то, чем мы, то, что нас действительно зажигает, то, чем мы хотим заниматься, мы делаем шаг ежедневно, мы видим свои собственные результаты, что вот у нас получается, я могу, и это зажигает. И хочется сделать больше. И вот квартирка эта, она же прям на нас идет. То есть я день за днем становлюсь ближе к ней, а она ко мне. И я вот прям шторки вижу, и как ключик поворачивается, дверь открывается, и я захожу туда. и я уже не говорю из позиции это, что у меня, ну, что вот мне долго осталось идти, а наоборот, что я уже столько сделала, столько прошла к ней. И вот так постепенно вот и ощущаешь, что жизнь, она начинает вот так чуть-чуть меняться. Вот так и меняется, так происходит изменение отношений, вот так работает мышление. Вот если человек начнет вот так научиться мыслить, рассуждать, то он получит все, что ему необходимо. Он увидит возможности, он будет учиться и обретать способности. И тогда, как приятный бонус, ему квартирка под новый год. Всем добрый вечер. Темой сегодняшнего выступления будет действенная диета 21 века. Соглашусь с Ириной, осталась неделя до Нового года. Что, если мы себе позволим пойти на особую диету телефонную? Заодно и почистимся. А то мы чуть ли не каждый день, каждую минуту со своим ненаглядным айфоном. кто-то уже и спит, кто-то засыпает. Настает утро, просыпается мафия, и телефонный вихрь нам на сегодня обеспечен. Звонит один, второй, третий. И мы, как неваляши, как чебурашки, по привычке, потому что нас же научили. Вот прям вот так вот. Да, конечно, я все сделаю. Мы бессознательно принимаем решение ответить одному, второму, третьему и загоняем себя. Так, а тот товарищ на другом конце провода, он же приготовил свой собственный подарок. Конкретный такой. Один пытается надеть на голову, чтобы мы что-то сделали, и потом качественно проконтролировать. Так, не так, там, что нужно кушать, пойди, сходи туда, забери это, а это нельзя делать. А другой товарищ вот прям достает из себя внутренний мир свой богатый, в коробочку его так делает, бантик цепляет и говорит, нате, держите, чтобы нам окончательно стало плохо. А третий товарищ может вообще изменить любые планы и в пух и прах порушить все договоренности. Как обычно поступают люди? Они же звонят или пишут по двум причинам. Как в той песне. Первая причина — это нужно что-то попросить или чтобы что-то сделали за другого человека. Смазав и замаскировав, это некое лестью. А вторая причина — очень банальное недержание. Просто то послить, пострадать, поскулить, сказать, что что-то не получается или наоборот как-то отговорить. То есть банально слить негатив. Так как же нам справиться с этими подарками? Очень просто. Берем себе неделю, ставим срок и прям четко по пунктам прописываем в себе, делаем ревизию особо приближенных лиц к телу. Кто звонит, кто пишет. И потом спрашиваем честно у себя, задаем вопрос и принимаем решение, для чего нам общаться с тем или иным человеком, насколько он нам нужен и вообще надо ли. Берем на себя ответственность и принимаем решение. И самое главное, нам нужно прояснить свое состояние, как мы себя чувствовали после того, как нам написали или после того, как мы поговорили с этим человеком. И одномоментно ставим себе собственную задачу. Потому что, когда человек поставил свою собственную задачу, у него он как лоцман с таким четким вниманием знает, куда ему нужно. И его фокус внимания полностью сконцентрировался. Он будет концентрирован на этой задаче. И тогда любой звонок или смс-ка, они будут как шелест утренних листьев или мимо проходящий прохожий. А тот человечек идет, идет, идет к своей цели. Как учит нас Ирина Николаевна, пока человек живет, у него нет нерешаемых задач. И человеку все всегда дано по силе. Нужно просто увидеть решение. Всем добрый вечер. Мы с вами уже познакомились с шестью подвигами Геракла. Впереди еще ровно столько же. И сегодня я хотела бы рассказать про седьмой. Он называется «Укращение критского быка». Новый прикрас Еврецфея был достаточно вроде бы простой. Укротить критского быка. Этот бык приплыл сам к берегам Крита. И царь Крита пообещал отдать его в жертву, принести в жертву богу Посейдону. Но бык был такой прекрасный, белоснежный, с золотыми рогами. И царь им так был очарован, что не смог его убить и принял в жертву другого быка. Посейдон, узнав об этом, разгневался, разбушевался и наслал на этого быка бешенство. И с тех пор бык начал разрушать все, что попадалось на его пути и приносил урон всему острову. Это и стало седьмым заданием для Геракла. Геракл, получив этот приказ, отправился к берегам Крита, но пока он плыл на корабле, корабль потерпел крушение, и он с командой оказался на незнакомых землях. Они очнулись, какое-то время шли, искали путников, и оказалось, что они были в Египте. Геракл попросил привезти его к царю, к тому, кто принимает решение, кто главный. Так и сделали. Но как только его привели в дворец, оказалось, что царь Египта очень властный, жестокий, и решил принести этих путников в жертву, поскольку был праздник. С Гераклом, конечно, никто не смог совладать. Он разорвал цепи, разогнал стражу и заколол царя. И отправился дальше выполнять свой подвиг. Он приплыл к берегам Крита, уже без приключений, нашел быка. Тот носился, было понятно, что он действительно буйный, дикий. И когда Геракл видел, когда бык приближался к нему, он спрятался за дерево. Когда бык начал копать, наклонился и начал копать землю, Геракл схватил его за цепь и запрыгнул на него. Таким образом, конечно, бык сопротивлялся, но он его укротил, и бык, несясь к морю, когда он оказался в воде, все его бешенство пропало. Он стал смирным, и Геракл спокойно смог прийти, вернуться в Микены и привезти быка. К сожалению, из-за буйного норова все равно с ним никто не мог совладать, и он в итоге убежал. Потом его принесли в жертву и принес его в жертву Тесей, который поймал его и убил. В принципе, вот в этом подвиге много всего разного есть, того, что поучительно для нас в нашей жизни по поводу обмана, что маленькая ложь порождает большую ложь, и человек иногда сам становится заложником собственного вранья. царь Египта, когда мы считаем, что мы такие великие, чем-то обладаем такие значимые, иногда нам это гордынь и величие ложное застилает глаза, и мы попадаем в очень плохие ситуации и становимся наоборот очень слабыми и уязвимыми. Но сам подвиг укращения быка. Мы в современном мире не всегда задумываемся о смысле слов, об их значении, хотя порой они довольно значимы. Укращение, укротить, это от слова сделать кротким. Мы очень часто в жизни пытаемся кого-то укротить, кого-то приструнить, на кого-то воздействовать, но не умеем управляться сами собой. Управление это дар, это талант, либо приобретенный навык, когда люди обучаются этому и понимают, что это. Но всё начинается с себя. И когда мы не знаем, как с самим собой управиться, с другими ничего не получится. Это всегда будет превращаться в манипуляции и человек будет скатываться. Сегодня, в преддверии Нового года, я предлагаю вам поиграть. 12 не самое простое число, потому что у нас есть 12 месяцев, 12 знаков Зодиака, 12 подвигов Геракла. Я предлагаю вместо обычных, традиционных загадать желание, подождать Фею или ещё что-то, назначить по подвигу на каждый месяц своих собственных и, конечно, их реализовать. Это может быть разные задания, разные задачи, никто, кроме нас, это не проверит, но если мы посмотрим на все подвиги Геракла, то предыдущие, мы поймём, что всегда было какое-то зло, наносящее ущерб и урон, всегда была какая-то внешне яркая оболочка и, с другой стороны, всегда была смекалка, тактика и умение принимать вызов. Такая игра это тоже своеобразный вызов самому себе. Я играю, а вы решайте сами. Сегодня я решила перехватить такую маленькую эстафету. Девушки читали книги, высказывали свое впечатление о книгах. Я тоже решила прочитать книгу тоже Ричарда Баха. Я взяла ничто не случайно историю про пилота Ричарда Баха, который вместе со своими друзьями решили ввязаться в такую, я бы сказала, небольшую авантюру. Ричард Бах в этой истории он бывший пилот, который раньше летал на сверхзвуковых истребителей, был асом, воином, потом вышел в отставку, летал на пассажирских торговых судах, а потом влюбился в старые самолётики, сделанные из картона и буквально бумаги с открытой кабиной. Когда ты летишь в небе, у тебя развиваются волосы, ты можешь рукой схватить солнечный свет, посмотреть глазами на близко на горы леса поля, потому что эти маленькие самолётики не развивают такой большой высоты и не проносятся на такой огромной скорости. Он взял вместе со своим другом пилотом на двух машинах отправились в авантюру. Они решили, что они будут такими цыганами, летчиками цыганами, которые будут лететь, куда глаза глядят, искать площадки, куда может сесть этот маленький самолётик и катать всех желающих, показывая им, как это здорово, ветер, солнце, и брать с них по три доллара с каждого и на это жить. Они совершенно не знают, у них нет чёткого плана, они летят по солнцу и ветру, куда ветер несёт. Они вообще очень забавно поступали, они в какой-нибудь кафе катали муравьишку, сажали на карту, и куда этот муравьиш поплывёл, они чертили ручкой вот этот след и чётко следовали по вот этому пути, либо бросали какую-нибудь монетку, куда им лететь, и каждый раз они встречали приключения, они встречали разных людей, и вот эти встречи, на мой взгляд, это синоним жизни человека, то есть и события, и ситуации, которые идут на него, и ты каждый раз не знаешь, что будет. Самолёт, естественно, как в каждой книжке Баха, это символ свободы, символ выбора, как он говорит, тебе всего лишь нужно починить его и снова лететь, если у тебя с тобой что-то случилось, ты просто чинишь самолёт и летишь дальше. Так, соответственно, и в нашей жизни с тобой что-то случается, ты делаешь выбор, чинишь себя и идёшь дальше. Что у него случалось? Люди и города, которые встречались с ним, они были все разные. Кто-то был доброжелателен, кто-то был просто очень неприятен и отталкивающий. И как города имели каждый свой образ, так и люди, которые встречались, они тоже приносили и учили чему-то Ричарда, который встречался. То же самое и Ричард по-разному относился к людям. Он сам говорил о том, что я по-разному отношусь к людям, которые я вожу. если ко мне в кабину садится какой-нибудь напыщенный человек, который только что приехал на богатом Мерседесе, скинул с плеч дорогую шубу из колкота и меня, то я соответственно понимаю, что он хочет от меня угодливости. Я изображаю себя функцию. Я одеваю маску такого шофера, который все делает по учебнику. Мягкий взлет, один круг, мягкая посадка. И вот этот раздувшийся полной значимости человек, он считает, что он получил небо, звезды, солнце. И совсем по-другому, он ведет себя с людьми, которые искрятся смехом, восторгом, огромной радостью. Кому-то он устраивает бочки, всякие приключения, и тот кричит от восторга. Это будет самая огромная радость и воспоминания в его жизни. И этот человек с радостью фотографируется на фоне старенького биплана, а кому-то он устраивает мягкий полет, но он тоже завораживающий. Он качает крыльями, летает рядом с оставшимися людьми на земле и приносит радость не не только тем, наверху, но и тем, кто внизу. Например, один из таких прекрасных случаев, когда к нему в кабину попросился такой огромный-огромный как медведь грязли парень, и у него с собой мешок конфет. Он сказал, слушай, я тебе заплачу не 3 доллара, а 25, только давай, слетай, пожалуйста, за сколько-то миль, прилети над моим домом, и я это очень нужно. Он говорит, хорошо, они прилетают, делают круг над этим домом, и оттуда выскакивает бешеный ребятишек, и вот этот огромный медведь начинает как-то Санта-Клаус разбрасывать конфеты из-за маленького биплана, который один раз заходит, второй раз заходит на посадку. Маленькие ребятишки, как маленькие воронята, хватают конфеты, прыгают, машут руками. И поэтому он я думаю, что это точно так же, как и наша жизнь, как зеркало, которое к нам относится, что мы относим в мир, то оно нам и дает в ответ. Что еще? Что еще? Ричард, он тоже, наверное, такой синоним проводит, о том, как он переходил от сверхзвуковых самолетов к самым обычным самолетам, так он это, наверное, в свою очередь такая метафора, как возвращение из унифицированного мира, в котором правят деньги, к чему-то живому и настоящему. То есть вот этот самолет, вот это ежедневное впечатление, это жизнь так, как она должна быть, с теми радостями, с теми ситуациями, которые ты никогда не знаешь, что тебе придет. Еще был очень интересный такой случай, когда вот эта вот радость жизни, которая пронизана весь, вся книга, она же, у нее уже все книги очень светлые, там очень много полетов, да, как свобода, там много очень ощущений, там очень много такой доброты и любви, любви к жизни. И вот один из случаев о том, что был очень красивый закат, и Ричард предлагал всех покатать, говорит, что смотрите, как паровозик из Ромашкова, там этот закат бывает только раз в жизни, если вы не успеете, вы опоздаете на всю жизнь. Никто не захотел с ним полететь, всем почему-то в том городе было очень жалко трех-трех долларов. В результате Ричард прилетел один, он долго описывал вот эту красоту неба, переходов, как меняется, как садится солнце. В результате он сажает свой би-план маленький, и он понимает, что вот эта масса впечатлений, которые были, настолько ценна для него, что он хочет продлить это ощущение, оставить и положить свой ящичек памяти для того, чтобы потом хранить большую драгоценность. А люди, которые вокруг него были, они задали вопрос, боже мой, какой он смелый, он на этой консервной банке еще и летает. Ему стало настолько обидно, потому что он никак не мог объяснить ему достучаться, грубо говоря, что они теряют. Это все равно, что глухому объяснить, что такое звук, слепому объяснить, что такое цвет. Есть вещи, которые необходимо испытать самому. То, о чем он говорил, это о том, что никогда нельзя переставать быть ребенком с восприятием детским, открытым. Но и в то же время он говорит о том, что есть маски, которые должны сберечь этого маленького ребенка от воздействия вот этой достаточно агрессивной среды. И это очень ценно и важно, потому что за текущей ситуацией, текущим замутом мы зачастую не видим маленьких радостей, маленьких чудес, которые есть каждодневно, которые есть рядом с нами. Следующий вариант, следующая история, то, что пронизывает, мне кажется, каждую книгу Дзерта Баха, это вопрос выбора. Вместе с Ричардом вылетел, да, и на протяжении всей книги сопровождал его молодой человек Стюарт. Он был такой достаточно спокойный, вежливый человек, он был учеником донтиста, и вот неожиданно он сказал, что я хочу летать вместе с вами, я буду участвовать в ваших представлениях, он решил прыгать с парашютом, он был прыгун. И вот на протяжении всей книги очень интересно смотреть, как вот эта фигура Стюарта, она меняется, раскрывается. В принципе, Стюарт, на мой взгляд, дан в этой книге Ричарду для того, чтобы понимать, как меняется человек, а какой может быть разный. Прыжок Стюарта каждый раз парашютом, это не просто стандартный прыжок, если мы представим, это старенький биплан с открытой кабиной, для того, чтобы прыгнуть, Стюарт должен отсоединиться, ветер свистит, он должен выйти на крыло самолета, ветер свистит, он держится за это крыло самолета, и он должен вовремя выбрать момент, когда он должен шагнуть с этого крыла вниз. И с самого начала Ричард удивляется, насколько нужно много храбрости для того, момент выясняется ближе к концу книги, что Стюарт не просто ученик дантиста, оказывается, он занимается спортом, оказывается, что он ходил, и он вообще альпинист профессиональный, и он любит гонять на мотоцикле, и вообще он на самом деле пилот, как выясняется, и Ричард так удивляется, говорит, почему ты мне не сказал, почему за все наше путешествие ты не сказал, что ты пилот, то есть ты бы летал, почему ты это не делаешь, почему ты вообще, если ты знаешь, что такое жизнь, знаешь, что тебе нравится, почему ты вообще учишься на ученика дантиста. Стюарт ему говорит, что, знаешь, я учусь, потому что мне учебу платили родители, и тогда Ричард тоже удивляется, но как же, ведь каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастливым, соответственно, твоя обязанность стать счастливым, почему ты это делаешь. И дальше у них начался разговор о страхе, о выборе, и опять же, принятие решения. это очень важно, и как обычно, если ты хочешь летать, просто полети, оставь все и полети, сделай здесь и сейчас этот шаг. Вот выбор каждого. По мне, мне кажется, что это вечная тема, и получается, что цена, опять же, очень большая за это, за все, за неправильно принятое решение. Но каждый, опять же, будет делать это, принимать это решение сам. Почему все случайности не случайны? С самого начала и до конца проходит такой красной нитью мысль о том, что все, что происходит, для чего-то нужно. Если мы сейчас не понимаем, для чего это нужно, то мы об этом поймем обязательно чуть-чуть попозже. и каждый раз происходят какие-то события, может быть, даже негативные, которые запускают череду связок, череду каких-то других событий, которые Ричарду приносят огромный опыт и огромное, может быть, эмоциональное удовольствие. Например, у нее был в одном из городов трюк, когда нужно было крылом самолета с маленького расстояния подцепить кусок тряпки какой-то, как бы платок. И это не получалось. И Ричард разбил свой самолет в результате. Он был весь покорежен. Но это дало ему встречу с людьми, которые неожиданно, у которых нашлись запчасти, которые стали его друзья на многие-многие годы. И тоже другой момент, другой случай, когда Ричард позволил поуправлять своим самолетом своему другу, который вместе с ним летал. Для него это был огромнейший жест доверия. Это как отдать часть себя кому-то. И когда его друг взлетел и летал, Ричард вдруг понял, что он ему не сказал, как ведет себя самолет на посадке. И он понял, что уже все, ничего не сделаешь. И придется его другу справляться самому. И это такой такой рефрен жизни о том, что существуют моменты, когда тебя никто не подстрахует. Когда ты должен на свой страх и риск сделать какой-то шаг. Там дело было в том, что самолет был старенький, и при заходе на посадку, там был такой угол наклона, чтобы посадочной полосы не было видно. В результате его друг сел, но в последний момент, когда самолет уже ехал, просто так, он вышел из управления и он фактически загорелся. Вдруг, слава богу, остался жертв, но самолет, опять же, допустим, самолету нужно было под замену. Это опять запустило череду событий, которая привела тоже к большим впечатлениям и большим встречам. Все не случайно. И самое последнее, что с ним произошло, это когда они уже летели домой после нескольких месяцев такого странствия цыганского, цыганской жизни, и у них просто вместе с Эндрю загорелся самолет. Просто в небе. В результате они сели, слава богу, но когда они везли уже этот самолет домой на прицепе, прицеп порвался и самолет вообще под замену, полностью под замену. И вот стоит Эндрю и говорит, думаю, для чего мне это? Я же прошел огонь и воду с этим самолетом. Я там из таких вообще ситуаций выбирался. И то, значит, соответственно, на ровном месте вообще все, типа от ласточки ничего не осталось. Ну, значит, а дальше он начал думать для чего? И понял, что понял, что сейчас извините, он просто начал думать, ну вот почему я это сделал? Если бы я остался дома, да, была бы у меня работа, была бы я там, летал бы я на своей ласточке там два раза в неделю и ничего бы не было. А потом он понял, что если бы я остался дома, то я не встретил бы, всех этих людей, у меня бы не было всех этих ощущений, этих встреч, этого опыта, этих разговоров, каких-то смешных случаев, которые были у меня в пути и которые, которые, наверное, составляют основу жизни каждого человека, не деньги, за которые можно что-то купить, а вот эти вот счастливые мгновения, которые есть у каждого человека, которые составляют жизнь. в результате опять произошла самоносная встреча, самолет он доставил, правда, два года он его потом чинил, за эти два года, когда он говорил, что я не жил, я существовал, потому что он работал опять в издательстве, писал о самолетах, копил деньги, чинил свою ласточку, свой ураган, но он за эти два года обзавелся и у него возникло столько ситуаций и столько друзей, которые под задачу ему буквально доставали вот то мотор, то еще какую-то деталь и главный рефрен вот этого произведения о том, что для чего проблема, что проблемы возникают для того, чтобы их решать, что это некие рамки, переход через который дает человеку свободу. Это не вызов с целью выяснить, кем ты являешься, а вызов как бы вызов самому человеку, как ты встречаешь вот это вот препятствие и отказываешься ли ты от своей мечты или ты выбираешь свой путь и идешь к своей мечте, что бывают тысячи случайностей и тысячи друзей. И они, эти тысячи случайностей и тысячи друзей приходят к нам, чтобы показать, как преодолевать препятствия, которые, казалось бы, были непреодолимыми, что проблемы существуют для решения, свобода для подтверждения. покуда мы верим в свою мечту, ничто не случайно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова